Поиск будет запускаться тогда, когда ты скроллишь вниз на определенное расстояние экран. Это достаточно удобно, на мой взгляд, и учишься с первого раза. Само взаимодействие для курса я подсмотрел у приложения Things. Там такой же принцип. Для реализации будут использоваться диапазон, цепь, детект, таб и фокус-триггеры. То есть, в принципе, уже знакомые. Первым делом надо сделать input у этого, в данном случае это растровая картинка, у поиска. Можно взять с предыдущих, собственно, экранов, чем я и займусь. В данном случае я возвращаюсь обратно, раскрываю контейнер search и, в принципе, вставляю его на место. Сбрасываю позицию по оси x и y. Ширина 355, высота 36. Дальше по левому краю, вот в топ-32. Что еще хочется добавить? Так это то, что здесь будет одно но. И этот input будет иметь заливку не белую, с 5% прозрачности, а следующую. И 100%. В общем, позже объясню почему. Затем нужно импортировать сам макет. Для начала нужно, во-первых, отключить вот это и сам фон. Я также заменю placeholder. Такого типа. Готово. В общем, нужно сейчас импортировать следующий макет. Это макет searching 302. И только экспортируемые слои. Нажимаешь import. Теперь сразу кнопку cancel и иконку нужно убрать в этот контейнер. И вставить, собственно, в этот search. Также ввести прозрачность в ноль. Готово. Далее нужно создать прямоугольник размером с весь экран. И цвет фона у него будет вот следующий. Вот такой. Готово. Затем нужно сделать из этого прямоугольника контейнер. И я назову его, например, searchContainer. Далее все эти элементы я помещу в этот контейнер. Секунду. Вот так. Готово. После этого я положу searchContainer вот сюда. И также, наверное, даже под фон. Вот так. В общем-то, что мы будем делать? Мы будем делать, как уже несложно догадаться, диапазон. И он нужен для контейнера номер один. Так как это scroll контейнер. Ты добавляешь диапазон. Range. И в целом, в тот момент, когда позиция будет совпадать, scroll будет активироваться. И происходить уже анимация. Я не буду тянуть. Значения следующие. Это, во-первых, опция между. Минус 160, минус 120. В общем-то, я нашел эти значения оптимальными. Ну а далее будут привычные отклики. Идем по порядку. Стартуем с импута. Так, вот он. Что касается импута. Во-первых, у него добавляется отклик Scale. Со значением 295. Дальше. Длительность, ну в принципе, стандартная. После этого нужно добавить задержку. В 16 сотых. Затем, нужно сделать так, чтобы появились иконки отмены. И, собственно, сама иконка Cancel. Делать это, опять же, не сложно. Во-первых, нужно сделать для крестика Opacity, для текстовой кнопки Move и Opacity. Опять же, выводим все на 100. После этого надо запомнить позицию 302 по оси X. И сдвинуть направо на 20 пикселей. И, в принципе, тайминги те же. Теперь, ага, я заметил кое-что, что мне не нравится. В принципе, это все поправимо. Можно выделить таким образом и выровнять. Проверяем. Готово. После этого нужно добавить следующие отклики. Во-первых, нужно изменить прозрачность фона. Для контейнера поиска. Вот этот контейнер. Во-первых, начальное состояние 0. После нашего скролла будет 100. Идем дальше. После этого нужен фокус на input поиска с задержкой где-то в 0,3 секунды. Все тайминги, напоминаю, те же самые. 0,56. Итак, input. Далее, фокус. И задержка 0,3. Следующий отклик будет для тебя новым. Это reorder. По переводу понятно, что он делает. Меняет порядок элементов в панели слоев. В данном случае, первым надо поднять весь контейнер с результатами поиска. А затем сразу поднять вот сам input search. Таким образом, сработает сперва один, а затем другой отклик reorder. И, в принципе, делаем. Search container. Отклик. Reorder. Дальше сам search. И то же самое. Reorder. Сейчас я его найду. Вот. Готово. В принципе, здесь поднять на одну. И все. Готово. Дальше. Ну, в принципе, это последний штрих. Это добавить микроанимацию. Сменить цвет input, показав стрелку поиска. Она есть, просто она скрыта. Вот она. Показав стрелку поиска, как я уже сказал. И для того, чтобы... Ну, грубо говоря, это нужно для того, чтобы пользователь видел визуальный отклик от приложения. Дальше понимал, что он получит от своих действий. И что контролирует ситуацию в данный момент. Как это сделать? Ну, цепочкой. Это триггер, который следит за изменениями свойств одного слоя. И изменяет свойства другого. В данном случае, отслеживая скролл контейнера, ты будешь менять цвет и прозрачность. Собственно, контейнер. Chain. Scroll. Уже стоит. И, собственно, отслеживая скролл контейнера, как я уже сказал, ты будешь менять цвет и прозрачность. Ну, собственно говоря, данных, слоев, элементов и так далее. Чего угодно. В нашем случае это просто input и стрелка. И у input это будет сейчас input. Это будет color. А у самой иконки это будет прозрачность. Опаситель. Вот. Что нужно сделать? Во-первых, для каждого отклика нужно указать диапазон, при котором отклики будут срабатывать. Опять же, в твоем случае это может быть по-другому. У меня это 0, минус 90. И там, и там. Дальше следующее. У input. Так, секунду. Да, все видно. У input, во-первых, нужно поставить цвет изначальный. То есть, тот, который уже, в принципе, стоит. 213 и E60. Второй цвет, это уже когда ты начинаешь скроллить, это будет 3F72AF. Дальше, ну, во-первых, как видишь, здесь нельзя регулировать opacity, прозрачность, да, у заливки. Ну, нельзя контролировать, к сожалению. Поэтому и ранее мы сделали костыль из кастомного цвета. Это не проблема, ведь в быстром прототипировании главное результат. Итак, прозрачность, это следующий отклик. Нужно сделать, соответственно, от 0 до 100. Тестируем. Не совсем все работает, поскольку я забыл, что нужно поставить заливку. Ведь в конечном счете у нас не текст и не обводка будет меняться, а заливка. Тестируем. И все работает. Теперь надо убрать прозрачность у каждого элемента в результатах поиска. И проявлять только тогда, когда пользователь начинает что-либо вводить. В этом поможет триггер detect, который запускает отклики при изменении свойства слоя. Ну, или переменной какой-либо. Detect используем только потому, что у чейн нет возможности следить за текстом. А у detect есть. Поэтому, снова, ну, у меня уже выделен input. Выделяешь input, ставишь триггер detect. Дальше это будет текст. И, в принципе, выделяя каждый элемент, дальше в результатах поиска создавают клик opacity с задержкой в 0,04 секунды. Вот и все. То есть, это search container. И далее нужно ввести все в 0 и поочередно создавать opacity. Достаточно репетативный сейчас будет. Так, секунду, я ошибся. Репетативные действия буду совершать, поэтому можете промотать. Ох, готово. Так, секунду. Опять же, тайминги те же. Задержка в 0,04 секунды. Ну, не знаю, можно, в принципе, начать с 0,16 секунды. Ну, а я не уверен. Давайте лучше с 0,12 секунды. И добавлять по 4 секунды. Готово. И все уводим на сотку. Все. Дальше делать надо следующее. Во-первых, в кнопке cancel нужно добавить tab trigger. В принципе, будем создавать заключительный этап. Это возврат. Ну, собственно, обратно к экрану. Дальше нужно скопировать все отклики из range в этот tab. Поднять, сейчас, поднять вот этот reorder на самый верх, потому что он будет срабатывать первым. И убрать его в самый низ. Потому что результаты поиска нам больше не нужны. Дальше в опциях отклика на input нужно вернуть, собственно, все изначальное его состояние. То есть ширина 355. Убрать opacity у крестика. Сдвинуть на 20 кнопку cancel. Убрать ее прозрачность. Убрать прозрачность этого фона. С результатами поиска убрать фокус. И search reorder. Ну, он тут не нужен уже. Вот. Дальше нужно... В общем, это лишнее все было. Я имею в виду search. Нужно просто протестировать. Тестируем. Можем что-то вести. Появятся элементы. Нажимаем cancel. И не совсем так работает. Во-первых, теперь надо наоборот сделать... Хотя нет, все правильно. Давайте-ка еще раз протестируем. Ага, надо наоборот в range поменять все. Задержку нужно поставить как раз таки у этих элементов, а не наоборот. Да, все верно. Сперва идет scale у input. При появлении потом уже кнопки. Мы что-то вводим. Появляются результаты. Нажимаем отмена. Уходят кнопки. И только потом input. Что нужно сделать? Как я уже сказал, мы проверили. Но если кто-то невнимательный... Давайте повторим. Я думаю, вы догадались уже. Если я нажму tab и начну что-то вводить, собственно, ничего не происходит. И это нужно исправить, потому что здесь все работает. Нужно только, кстати говоря, изменить тип клавиатуры. Поставить на текст. Что для этого нужно сделать? Выделяешь input. Ставишь trigger tab. И, собственно говоря, на него нужно скопировать все отклики при появлении поиска. Опять же, это из range. Тестирую. Обновляю. Все работает. В следующем уроке ты создашь переход по tab на эту карточку на следующий экран.